Только один из девяти бухгалтеров считает себя безусловно успешным. Большинство же уверены, что им есть куда расти и дело не в зарплате или размерах компании. Здравствуйте, я ведущий корреспондент журнала Главбух Елена Тарасова. Вы смотрите Бухгалтерские новости. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Специально к 30-летию Главбуха мы провели масштабные исследования и узнали, что нужно бухгалтеру для успешной карьеры. Опросили больше двух тысяч ваших коллег. Как же побороть трудности и где потолок? Бухгалтеры, которых мы опросили, главным показателем успеха считают разнообразный опыт и фундаментальную базу знаний. Однако это еще не все. Когда я пришла на работу, эталоном успешным бухгалтером для меня стал наш Главбух. Она знала ответ на любой вопрос, любую программу. Мне всегда казалось, что застать ее в расплох практически невозможно. Но в молодом возрасте достичь успеха сложно. Для достижения необходимо время и опыт. Например, в 30 лет знаний уже может быть достаточно, а вот остальных навыков может не хватать. Возраст и количество лет опыта для успешности не первично. Первичные мозги. Я систематически прохожу обучение, повышение квалификации, дополнительные микрокурсы несколько раз в год. Документов об образовании скопилось достаточно много. Не все даже забираю. Кстати, ни один мой клиент за 15 лет не проявил интерес к моим документам об образовании. Есть обстоятельства, которые мешают бухгалтерам развиваться, и они не связаны с личными качествами. Значительные карьерные достижения в профессии бухгалтера ограничены только возможностями конкретной организации и позиции руководства. Некоторые руководители при приеме на работу бухгалтера рассматривают его карьерный рост и развитие в рамках своей организации. А другие, наоборот, ищут только исполнителя на конкретный участок. Но перспективы роста есть всегда. Для себя определила точки роста в направлении руководства. Какие качества помогают бухгалтеру быть успешным? Что мешает развитию и как с этим быть? Прочитайте в главной статье восьмого номера. В конце найдете небольшой тест. Он поможет оценить, готовы ли вы к переменам в карьере прямо сейчас. Ссылка под видео. К другим новостям. Коротко о том, что еще изменится в вашей работе. Подтвердить расходы на авиабилеты, которые приобретаете командированным, теперь можно с помощью электронного посадочного талона. Минтранс прироняла его к бумажному, и Минфин не против такого подхода. Если билет купили онлайн, то подтвердить расходы на его покупку можно при помощи маршрутной квитанции электронного авиабилета. Только убедитесь, что в ней указана стоимость перелета. А вот чтобы сотруднику подтвердить, что он действительно сел на самолет, в дополнение к билету можно приложить электронный посадочный талон. Компаниям добавят новых расходов. Не исключено, что вам придется оплачивать сотрудникам такси на работу и обратно, если у них нет возможности ездить на общественном транспорте. Такая ситуация может возникнуть, например, из-за ночной смены неразвитой транспортной сети или чрезвычайной ситуации. Эту идею обсуждают сейчас депутаты. С 1 апреля организации ИИП могут рассчитываться между собой через систему быстрых платежей. Обеспечить такие переводы обязаны большинство банков, участников СБП. Такие расчеты можно проводить круглосуточно, без выходных и праздников, а платежи получать мгновенно. Все привыкли, что налоговики пытаются переквалифицировать косвенные расходы в прямые. А теперь появился обратный тренд. Прямые затраты стараются признать косвенными. Главная цель – убрать расходы из базы по налогу на прибыль. Казалось бы, переквалификации в косвенные расходы даже выгодны компании. Вот только налоговики подгадывают сроки проверки так, чтобы после переквалификации оказалось, что дата расходов выходит за трехлетний срок. То есть их уже не получится. Классическая схема переквалифицировать косвенные расходы в прямые тоже продолжает действовать. Стремясь выполнить планы по сбору налогов, инспекции иногда могут игнорировать нормы закона и позиции судов. Именно этот факт можно использовать, чтобы грамотно выстроить стратегию защиты. Что можно сделать, если оказались в подобной ситуации, узнаете из нашей статьи. На майские праздники в этом году уходим в апреле 28 числа. Имейте в виду, если кто-то из ваших работников решит взять отпуск между праздниками, расчет отпускных будет не такой, как обычно. В этот раз майские праздники не такие, как обычно. Они начнутся 28 апреля после рабочей субботы 27 апреля. Если ваши сотрудники собираются в отпуска, нужно успеть рассчитать отпускные. Расчет, кстати, в этот раз тоже будет не совсем обычный. И есть два варианта, как посчитать отпускные. Все зависит от того, когда именно начинается отпуск в апреле или в мае. Мы подготовили два примера расчета отпускных и рекомендуем вам свериться с ними. Примеры расчетов найдете в статье про майские праздники. Там же увидите образец уведомления по НДФЛ, который от вас ждут налоговики. И расчетчик отпускных, чтобы вы могли проверить свои начисления. Еще больше полезной и интересной информации в восьмом номере журнала. Электронная версия уже открыта. Делитесь своими новостями под видео и подписывайтесь на наш журнал ВКонтакте и Телеграме. Я же поздравляю вас с днем главбуха. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений. Увидимся через две недели. Субтитры создавал DimaTorzok